Еще одна жарко обсуждаемая тема в сетях – повышение цен на услуги такси. Это вызвало негодование пассажиров. Но в то же время часть горожан, пользующихся этим видом транспорта, согласны с удорожанием. Как всегда, мнения разделились. Водители поясняют – страховка, налоги, бензин, понизившийся доход вынуждает идти на такие меры. Все мнения выслушала моя коллега Рая Ермолаева. До Нового года тариф на такси по городу составлял 100 рублей. После цены подскочили. Пользователей такси это тревожит. Водителей, наоборот, радует. Ездим уже лет 10. Бензин сколько тогда стоил, сейчас сколько стоит. Мечтаю запчасти там всякие. Продукты дорожают, все здесь дорожает. Мы так было 10 лет назад 100 рублей, на сей пор по 100 ездим. Бензин сколько подорожал. С весны каждый месяц минимум два раза. По 30 копеек и по 50. Вот представляете, с самой весны за полгода сколько бензин поднялся. Уже 50 рублей. Первым делом бензин подорожал. Само собой запчасти, обслуживание машины, ремонт, все подорожало. Рубль почему-то обесценился с какого-то перепута. Как возить в свою себе в убыток этих пассажиров? Я не понимаю смысл. Вы по какому тарифу возите? 150 рублей, как все. У Максима Лаврентьева водительский стаж 14 лет. Из них 13 он водитель такси. Работает официально, как говорится, сам на себя. Вот так вот смотрю каждый день, как утекает моя тысяча рублей на бензин. С каждым годом цены растут. Немаленькая сумма уходит на обслуживание автомобиля, оплаты налогов, страховки. Дорожает и бензин. По мнению Максима, тарифы на поездки в Лабытнанге давно не повышались. Чтобы выжить в таких условиях, он создал в мессенджере свое сообщество водителей такси. Во-первых, я хочу объединить всех водителей. Вот всех водителей в городе, знаете, это не 30-50-100 человек. Я думаю, что это порядка 500. Вот постоянно, либо там они периодически таксуют, чтобы они были все в сообществе. Чтобы каждый из них понимал, что вот просто он захотел, например, поставить цену определенную, потому что у него настроение сегодня такое, так тоже нельзя. Водитель белой иномарки предлагает цену поездки формировать с учетом расстояния. Начиная, например, от 120 рублей и выше. Это по городу. В справедливости ради Максим создает еще одну группу, но уже в мессенджере для пассажиров, где будут обсуждать наболевшие вопросы уже не водители, а пользователи такси. Там можно будет высказать свое мнение, внести предложения и пожелания. Вот у меня два логотипа, получается, WhatsApp и Viber. Вот это вот сообщество водителей, то есть как бы наклейки просто не до конца сделали, я водитель. А здесь сообщество водителей такси, я пассажир. То есть и как бы поговорим, чтобы водитель и пассажир могли найти между собой общий язык. Пока Максим Лаврентьев пытается подружить водителей такси и их пользователей, пассажиры негодуют. К повышению цен относятся отрицательно. Нам, например, по карману тяжело, поэтому пусть снизят лучше. Наоборот, если когда снизят, наоборот, то дома. Вот пешком идем теперь, не смогли такси вызвать. Вот с детьми садиков пешком идем. Все подорожало, такси тоже подорожало. Сильно, ну, максимально подорожало, я хочу сказать. Не чуть-чуть, а сразу на 150 рублей. На такси мало ездим, перебираемся пешком. А вообще, особенно, судоревозы, геофизики, те больше всего страдают. Мы сами оттуда недавно выехали, поэтому я даже сочувствую людям. Водители же считают наоборот. Введение максимального тарифа повлияет на качество услуги. Рая Ермолаева, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова